всем привет у меня сегодня очередное видео об уходе я делаю такие видео сезонно либо на какую-то тематику умывалки крем и что-то еще но как правило то что у меня появляется новенького в уходе я делаю также такие сезонные на зиму на весну на лето потому что мне хватает ухода принципе надолго но он и заканчивается у меня много чего появилось новенького если что-то старенькое то я так покажу мельком и оставлю ссылку на видео где я делала полный обзор на этот продукт у меня не все так будет заканчивать и сегодня будет и умывалка и тоник и кислоты и что-то такое интересненькое давайте начнем с очищения здесь ничего нового добивает то что у меня есть церковь я уже показывала это увлажняющий даже не гель это что-то такое полугель полукрем лосьон даже его называла лосьон для умывания я им пользуюсь по утрам он ничего не очищает и так может снимет ночной уход какие-то кислоты что я наносила и в принципе неплохо не сушит немножко как бы увлажняет и подготавливает кожу к следующему уходу на утро да но не пытайтесь им смыть остатки макияжа между после бальзама либо гидрофильма масла так я всегда очищаю макияж белита м очищающая пенка для умывания с муцином улитки и такими вот средствами средствами я смываю остатки макияжа и очищающее средство то есть бальзам либо гидрофильное масло и у меня всегда есть что-то на утро мягенькая и на вечер я так конкретно чая кожу вот это очень классное средство гель очищает хорошо куча всяких полезностей пока что нужно дольше протестировать то сейчас у меня находится в уходе у меня все устраивает очень хорошо очищает гликолевая кислота коллаген какие-то всякие штуковины и кое-что еще для снятия макияжа у меня есть двухфазовая от невея тоже показывала уже и и новенькая вот это от catrice это sensitive линейка gel to oil cleanser это гель превращающийся в масло гибрид такой я понимаю для меня это очень похожее средство на бальзам гидрофильный такой щербет но вы такой более гелевой форме здесь пять таких основных ингредиентов подсолнечное масло глицерин вода какие-то эмульгаторы такие были мягкие щадящие витамин е пишет что можно им просто очищать лицо и все нет я бы так не делала если честно это очень такая жирная штуковина чем я люблю снимать макияж меня чем жирнее тем лучше хотя тоже не всегда у меня есть одно видео провалах там слишком жирный бальзам который просто не вымывается ничем даже ой не буду не буду вот это средство вымывается но она как будто оставляет какой-то такой слой на коже поэтому я обязательно смываю каким-то гелем вот таким вот например и слабенько растворяет не все туши одну мою боржуа хорошо берет весь макияж вот так грубо снимает скажем тогда в основном верхний слой и есть у меня тушь кико сейчас тоже и он что-то не берет я не знаю почему поэтому когда я буду пользоваться тушью кико я буду брать двухфазовое средство забывать а когда буржуа то хватает вот этого к покупке к сожалению не буду рекомендовать хотя средство неплохое но оно такое знаете на троечку несколько средств увлажняющих это всякие разные тоники и одно очень активное средство вот это я еще не показывала пикси когда-то было очень популярным средства на youtube в основном таком знаете европейский американский но я также слышал такие критичные мнения о нем что она слишком агрессивная и правда это не мягкий тоник это витамин c и гликолевая кислота но несмотря на такой более активный состав я чего-то не увидела ничего такого интересного никакого действия пользуюсь возможно медленным методом как-то влиять на кожу ну не знаю я к покупке опять-таки тоже не буду рекомендовать вот пикси уход очень бюджетный средства я показывал уже очень давно помню но у меня где-то есть видео отзыв на косметику пинканьюль у меня был крем и его доломали мне он слишком такой тяжеловатый есть еще сыворотка пока что к ней не дотянулись руки я пробовала ее тестировала мне она понравилась но вот сейчас снова пользоваться у меня есть другая хочу ее тоже использовать а это тонер эссенция для меня это после утреннего умывания тонер и такое легкое увлажнение потому что мне вот в жаркие дни особенно сейчас летом не хочется налепливать лепить на кожу еще какие-то сыворотки наслаивают это все мне хватает вот этого она как будто немножко эссенция даже называется эссенция тонер но на такое легкое нелипкое классное средство здесь состав очень такой скромненький но несмотря на это иногда знаете меньше лучше легенькая опять-таки ничего такого особенного не делать но утренни мне в принципе хватает если мне мало то я беру какой-то более увлажняющий крем либо опять-таки можно брать сыворотку на лето классное средство без запаха без липкости и супер средство которому можно посвятить целое видео я из него если честно опять-таки задумалась об этом видео активный мой уход сейчас такой на даль активный и актуальный между уход на данный момент это полос что из эксфоли и это два процента сайцевая салициловая кислоты skin perfecting совершенствующий кожу тонер или даже отшелушивающее средство его даже тонером не назовешь потому что это такое интересное средство стоит бешеных ну как для меня бешеных денег как за тонер на 35 евро я покупала с 20 процентная скидка не так больно но это средство того стоит я не скажу что я много чего пробовала от бренда полос часть на это очень уважаемый бренд пола choice по моему косметолог дерматолог если не ошибаюсь и на сделал свою косметику и и косметика очень пользуется популярность особенно всяких блогеров потому что они часто получают на тестирование не знаю тоже увидел каких-то блогеров и загорелась попробовать и меня были такие миниатюрки несколько раз них тоже на очень долго хотел а потом думаю ах возьму большую упаковку хватит ненадолго жаль что не видно сколько я использовала но я использую уже месяца два чуть ли не каждый день идея этого средства это отшелушивание такое мягкое но очень активное на длительное время то есть вы пользуетесь здесь даже я читала где-то не помню где то ли на сайте то ли у меня не помню где но как начать пользоваться этим средством по моему только через день либо несколько раз в неделю потом начать пользоваться каждый день то есть посмотреть как реагирует кожа я уже была знакома с этим средством поэтому я начала пользоваться каждый день несмотря на то что у меня довольно таки тонкая кожа она может реактивно реагировать на активный уход на ретинол у меня бывало всякое уже, но с этим средством у меня все хорошо, кроме одного метода, как я иногда использую его. Сейчас расскажу. Если его наносить под ваш обычный уход, под какой-то крем, сыворотку с кремом, тогда кожа просто себе так балдеет, отшлушивается, мягенькая. Обещания здесь, конечно, очень громкие. Раскрывает поры, сглаживает оттенок кожи, уменьшает выделение жира, уменьшает поры даже, я уже сказала, не помню. Убирает черные точки. Немножко, конечно, громкие заявления. Когда я только начала пользоваться первые несколько недель даже, я такая, у меня такая была ровненькая кожа, так все прекрасно. Но что-то уже как-то эффект менее, может, я уже привыкла. Да, кожа гладенькая. Как будто поры не убрались, но они чуть менее такие широкие, да, чуть меньше стали, но они полностью маленькие не будут. То есть кожа, состояние кожи, структура кожи не может измениться. Также я, к сожалению, не очень увидела прям какие-то кардинальные изменения в тоне кожи. У меня кожа нормальная, да, она не проблемная. Но иногда появляются какие-то воспаления здесь, здесь, и у меня как-то оставляются следы. Или когда раньше у меня было чуть-чуть прыщики есть, у меня вот некоторые такие, даже не ямки, а какие-то такие неровности на коже. Вот с этим пока что у меня изменений нет, но я буду дальше пользоваться. У меня еще много продуктов. Может, через полгода я увижу какие-то супер изменения. Еще раз покажу это средство. Но я им очень довольна. Оно реально смягчает, обновляет кожу. Она как будто дышит, да, у меня были забитые поры вот на подбородке, не знаю почему, может, замазки. И они немножко как бы вышли, вот эти прыщики чуть-чуть, воспаления появлялись, но они потом заживали. И мне кажется, так кожа немножко обновляется. Она выбрасывает какие-то кокебяки у себя под слоем, я не знаю. Использую дальше. Но у этого продукта очень такая странненькая консистенция. Оно жидкое и на коже чувствуется немножко каким-то маслянистым. И когда вы наносите, я наношу иногда просто из экономии вот прям на кожу, да, не на ватный диск, чтобы не израсходовать слишком много продукта. Иногда так, иногда так. И даю ему впитаться минут 15. Оно в принципе впитывается, но есть чуть-чуть такая кожа, даже не маслянистая, какое-то интересное такое ощущение, как будто бы маслянистая. Вот, здесь состав очень хороший, простенький, но замечательный состав. Откуда вот эта маслянистость, я не знаю. Здесь нету никаких масел, ничего, ни скалана. Салициловая кислота, экстракт зелёного чая. Прекрасные средства, особенно для проблемной кожи. Использую я сейчас уже через раз, иногда на ночь. Смотря как, у меня вообще проблем с ним нету. Как можно сделать так, чтобы средство работало жёстче, сильнее. Так я делаю где-то раз в неделю, не чаще. Я наношу это средство просто на чистую кожу и больше ничего. И тогда вот это средство работает очень активно. У меня на следующий день может быть чуть-чуть покрасневшее лицо. Слегка, не сильно. Нужно обязательно использовать SPF, обязательно. И в этот же день я вот так очищаю вот это всё после ночи. Делаю увлажняющую масочку и всё неплохо. У меня не было ни разу шелушений, каких-то непонятных проблем с кожей, как сетфенолом у меня было. Вот, поэтому это средство для меня 10 из 10. Мой must-have, must-have-ович. И у меня есть немножко похожие средства, мне нужно его потестировать из ДМ. Вот, посмотрим, я их сравню и расскажу. Потому что вот это такое небюджетное, но то малодоступное, если вы не в Германии живёте. Полащойс, мне интересен бренд. Пока что я так смотрела на разные продукты, но кроме вот этого, с которым я была уже знакома, я пока что не решаюсь, что-то покупать. Сыворотки у меня есть ещё две другие, но пока что их не особо активно использовала, тоже неплохие. Снова повторила, The Ordinary Buffet, или Buffet, Buffet, по-моему, правильно. Это пептидная сыворотка. Честно говоря, раньше от неё у меня были больше восторг, больше какие-то впечатления. Мне она очень нравилась. Возможно, у меня уход немножко поменялся, кожа поменялась. Я пока что пользуюсь, да, она неплохо подбальтывает кожу, пептиды мне очень нравятся. Но раньше мне как-то было заметнее, как-то она ровнее по оттенку была, такая более упругенькая. У меня кожа пока что, в принципе, упругая, да. Но я пока что, наверное, снова её не повторю. Купила, потому что она мне раньше очень нравилась, нравится до сих пор. Она такая более липкенькая. Я её использую только на ночь. Вот в перемешку. Иногда полосчойс, да, и иногда пептида. Работает для меня неплохо. Два крема, которых я уже показывала, это Белленда. Витамин С и глюколевая кислота. Тоже мягкое отшелушивающее средство, тоже мне очень нравится. Но сейчас оно мне отошло на второй план из-за салициловой кислоты полосчойс. Глюколевая кислота мне, в принципе, нравится, но она более глубоко как-то внедряется в кожу и как-то жёстче может быть. Но вот с этим кремом всё нормально, у меня нету покраснений, проблем. Витамин С, ну не знаю, у меня к витамину С такое отношение. Очень приятно пахнет, кожа мягенькая, как будто действительно вот так сияет изнутри из-за отшелушивания. И Белленда Нойро Ретинол. Здесь эффект ретинола для меня такой лёгенький, мягенький, поэтому я не боюсь им пользоваться сейчас. Даже вот здесь пишет и на ночь, и на Аде можно даже пользоваться, но нужно обязательно СПФ нанести. Пишет от 50, я уже рассказывала в прошлом видео. Для меня нормально. Я хочу его использовать активно. Использовала даже под макияж, всё замечательно, потому что у меня 40 годности скоро закончатся, до сентября. Не знаю, это бью ли. Если не успею, то буду наносить на тело. Средства для... О, сейчас я расскажу о двух новых кремчиках. Дарфан. Я уже рассказывала, мне настолько понравился вот этот крем, что я хочу приобрести что-то более питательное, более активное. Это такой лёгенький. И я заметила, когда у меня закончился marine cream от Hemish, он очень классно питал, восстанавливал кожу зимой. Я заметила немножко, ну не ухудшение, но когда я днём делала макияж, и на ночь я использовала вот этот marine cream. Утром вот этим, и у меня очень хорошо выглядела кожа под глазами, не было каких-то вот этих заломов, вот этих складочек под глазами, а сейчас они очень такие заметные стали. Пользуюсь дальше, потому что мне нравится этот крем именно под макияж, но на ночь мне нужно что-то более активное, поэтому я начала пользоваться знаменитым кремом от Kiehl's, Kiehl's Avocado Cream Eye Treatment. Это даже такое лечащее средство, крем для глаз. У него либо поклонники, либо люди, которые его не понимают, и у меня такое, знаете, двоякое чувство. Чудесный, такой как авокадо, немножко гокамоли, немножко такой зеленоватый оттенок. Приятно очень пахнет. Что с ним не так, я не знаю, возможно, питания мне маловато. Пользуюсь сейчас активно, на ночь, каждую ночь, но как-то не хватает мне питания, наверное, уже возрастный тот, я не знаю. И самый такой странный крем, который я использовала, вы наносите его, он такой кремовый, плотненький, наносите на кожу, и он как будто превращается в водичку. И вот так ездит по коже. Под макияж я его точно не буду использовать, потому что он непредсказуемо себе ведёт. Буду пользоваться, потому что он у меня есть, но как-то я не знаю, может ему нужно дольше времени, пока что я как-то не очень в восторге, хотя он неплох. Неплох, увлажняет неплохо, питает неплохо, но, видимо, маловато. Может, у меня какой-то консилер слишком матирующий. Очень мне понравился вот этот крем. Kiehl's Ultra Facial Cream. 24 часа, дневной, лёгкий, увлажняющий кремчик, лёгкая формула. Боже, сколько здесь слов. Действительно, очень хороший, лёгкий крем на день. Пользуюсь им тоже на ночь. На вот эту Получойс. Замечательный крем. Он скорее для нормальной суховатой кожи, возможно, для комби и жирной будет немножко тяжеловатый. Я не знаю, он не жирный, но он такой. Очень мягкая кожа после него. Он лёгенький такой. Под макияж замечательный. У меня никаких претензий к этому крему нет. Очень мне понравился. Fruudia. Fruudia. 50+, SPF, PA, ла-ла-ла. Tone Up Base Sun Cream. Это крем защитный с SPF для лица, но пишет Tone Up Base. Что он там делает с тоном, я не знаю. Беру под макияж иногда, если я знаю, что я буду проводить на улице много времени. Мне не нравится запах. Какой-то тяжеловатый, какой-то такой более бюджетной косметики. Крем был недорогой, я точно не помню. Оставлю цену. Я покупала, по-моему, на натина, ну не больше 10 евро точно. Я считаю, что это неплохая цена за крем. Но он такой чуть-чуть тяжеловатенький. Пока что пользуюсь. Не настолько часто, и не могу сказать, что он не забивает поры. Ну, такое. И последнее средство тоже я уже показывала в влоге. Мне больше нравится вот VT Cosmetics, вот этот. Это Sun Packed, насколько я помню, он назывался. И это просто обалденная упаковка. Я показывала в каком-то влоге. Вот такая вот подушечка. И выглядит как кушон. Вот. Прекрасная, тонкая консистенция. Мне очень нравится вот этот крем. Он как будто немножко такой голубоватенький. Но на коже, в принципе, выглядит неплохо. И он так классненько сливается с кожей. Как будто даже ее чуть-чуть питает. Я даже пользовалась вот этим средством без какого-то увлажненщего крема. Тоже нормально было. Мне хватало увлажнения. Здесь защита SPF высокая, 50 сил. И плюс немножко такой уход. Вот. И если бы я знала, что мне на тестирование вот этот кушон, не кушон, Sun Packed Essence, кстати, эссенция, по-моему, здесь какая-то есть. Если мне попадется он на тестирование, то я бы вот эту фрудию точно не покупала. Здесь нету никакого запаха. Очень такое легенькое, приятненькое средство. Но упаковка это тоже какой-то кайф. С удовольствием пользуюсь. И могу посоветовать. Оно, кстати, не очень дорогое. 12-13 евро на всяких разных сайтах. Такой вот мой актуальный уход. Я делала тоже какое-то видео об уходе за телом, за волосами. Наверное, у меня много чего еще в уходе, но много чего бы не закончилось. Если будет достаточно средств для целого видео, то я сделаю какое-то видео об уходе за телом и за волосами. Надеюсь, вам было интересно. И увидимся в моем следующем видео. Пока-пока.